Больше контроля не помешало бы и за добычей песка под Киевом. Вблизи села Погребы процесс идет полным ходом. И местные власти уверяют, у копателей есть все разрешения. Но так не считают в Броварской прокуратуре. Там сообщили, что нашли нарушение. Александр Васильченко продолжит. Это кадры нелегальной добычи песка возле села Погребы Броварского района. Мы их сняли еще летом. Гора песка, опечатанный бульдозер и земснаряд. Незаконная работа была остановлена правоохранителями. В прошлый раз, когда мы были на этой точке намыва, высота песчаной карты была приблизительно на этом уровне. Спустя 4 месяца гора выросла на 5 метров. Для более интенсивной работы сюда пригнали второй земснаряд. Уже больше мощности. Теперь, объясняет охранник, у предприятий якобы есть все разрешительные документы на добычу песка. Если вам нужна бумага, вы подходите к селищному голову, не все документы есть. Почему ответчиком вместо представителя компании выступает сельский голова по грибов, так никто и не объяснил. В сельсовете подтвердили, песок намывают законно. Есть только несоответствие в документах с целевым назначением земельного участка, где складируют песок. Но предприниматель якобы платит налог, и деньги попадают в сельскую казну, поэтому пока что закрывают глаза на нарушение. Так, ну это правда. На сегодняшний день целевое призначение с данной земельной делянки для ведения особистого селянского господарства. На сегодняшний день делянка находится за межами населенного пункта. Внести в реестр земли, где добывают песок, в сельсовете обещают уже в ближайшее время. Новый генплан разрабатывали почти два года. В Броварской прокуратуре считают, таким образом местная власть развяжет руки добытчикам. Якобы сельсовет сможет самостоятельно распоряжаться прибрежно-охранной территории и изменять ее расстояние со 100 до 25 метров. Сейчас же земельный участок, на котором складируют песок, находится в частной собственности. Не целевое использование – это один сегмент возможного порушения, а іншое порушение – это то, что она пребывает в властности, в прибрежно-охранительной смузи, что быть в принципе не может. Ей подлягает повернению до земель коммунальной или государственной властности. Антикоррупционные активисты заявляют – работы по намыву песка вблизи села Погребы раньше контролировались бриллиантовыми прокурорами. Не исключать, что силовики и сейчас в доле. Также связывают незаконную добычу песка и с главой всеукраинской общественной организации «Бюро по защите экологии и здоровья» Михаилом Бурдой. Этим летом его задержали при получении взятки. Сам Бурда от комментариев отказывается. Все, без комментариев, барышня. Общественные активисты показывают увесистую папку. Это копии более сотни заявлений по фактам незаконной добычи, отправленных за полгода в разные контролирующие органы. Если говорить про Киев и область, все же таки удалось закрыть ряд точек нелегального выработка песчаной совмещи, но остались еще те, которые, даже не вваживаясь на нормы законодательства и на их порушения, продолжают совершать незаконную деятельность. По подсчетам активистов, в столице и области до сих пор остается более 50 нелегальных точек намыва песка. Александр Васильенко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.